Они заканчивают 9 класс. О преступлении и наказании Достоевского вообще никогда не слышали. В театр драмы идут впервые. Ребята с коррекционной школы-интерната пригласили сюда в рамках акции «Дети верят в чудо». Люстра красивая. Внутри очень хорошо, как в сказке. То, что театр – храм искусства, ребята почувствовали сразу. Для них в новинку и такое большое помещение, и зрительный зал, и декорации. А то, что на сцене покажут не сказку, а реальную жизнь людей 19 века, артисты театра драмы посчитали полезным воспитательным моментом. Дело в том, чтобы они ощутили музыку, все-таки чистоту в театре, ощущение какого-то иного мира, пусть даже тяжелого. Единственное, может быть, у них от того, что они все-таки одинокие дети, и у них может быть запечатана душа. Но театр помогает открыть, снять эту печать. За три часа на сцене убьют, обманут, раскаются. Всех тонкостей Романа Достоевского ребята из школы-интерната не поймут. Но сюжет произведения теперь им знаком. Кого-то там убили, кто это убил, должны наказать. Достоевский считается слишком сложным автором для школьной программы «Детей с диагнозом олигофрения». Его не изучают на уроках литературы в школе-интернате номер пять. Но театр куда доступнее и понятнее, объясняет трагедию Раскольникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова